Здарова, друзья, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Ваншот. Похоже, ты выполнил свою миссию в этом мире, и я понимаю, знаю, ты хочешь вернуться. Но сущность назвала себя Ваншот не просто так. Это ограничение было реализовано давным-давно. Снять его сейчас невозможно, по крайней мере для меня. Я не знаю всей степени твоих сил, так что извини меня, если это звучит глупо. Но если бы ты был так добр, чтобы проверить кое-что для меня, туман от твоих сохранений может существовать где-то на твоей машине. Возможно, даже в том же месте, что и этот журнал, который ты сейчас считаешь. Если этот туман сохранений принимает форму файла, возможно, ты можешь манипулировать им. Попробуй удалить его из текущего местоположения. Простого перемещения будет достаточно. Опять же, я приношу извинения за то, что не знаю о степени твоих сил. Если то, что я описал, смущает тебя, мне очень жаль. Документы MyGamesOneShot. И мы это просто перемещаем. Готово. Время дополнения. И мы снова здесь. Привет снова Нико. Что-то изменилось? Привет. Мазл? Видимо, да. Постойте. Почему я сказала это слово? Мазл? Почему это звучит так знакомо? Компьютер по-другому. Видите пароль? Подсказка? Документы? Базара нет? В документах появились четыре картинки. Похоже, ты был способен убрать ограничения. В таком случае, ты готов продолжить. Необходимые приготовления уже на месте. Эта сессия могла бы запустить совсем иной ход событий. В зависимости от твоих действий. Если ты можешь распознать мой символ, ты будешь знать, что тебе нужно делать. Я признаюсь, это будет рискованно. Шанс того, что состояние сущности ухудшится, достаточно высок. И если это случится, тогда... Клевер снова. Ха-ха. Посмотри на меня. Прошу тебя о помощи. Только для того, чтобы стать таким предосторожным, как только ты согласишься. Но посмотри на мир. Эти цвета, эти краски, они выцвели. Я понимаю, если ты хочешь оставить некоторые вопросы без ответов. Я понимаю, если ты не веришь в счастливую развязку. Я понимаю, если ты просто боишься того, что может случиться. Потому что я тоже боюсь. Если ты наслаждаешься таким миром, какой он сейчас. Если ты удовлетворен такой историей, какая она сейчас. Хватит уже если. Господи, если ты действительно не хочешь видеть, как что-то изменится в лучшую или худшую сторону. Тогда делай вид, что ты никогда не видел это. Проведи сессию так, как ты обычно это делал. Не используй мой дневник для чего-то еще, кроме того, с чем ты уже знаком. Тем не менее, эта опция будет всегда доступна для тебя. Это то, почему я умоляю тебя принять во внимание. Мессия, мир, мой ребенок. Они все заслуживают их хорошего конца. Спасибо за то, что выслушал. Прощай. Получается сон состояние. Доступ разрешен. Прынк. Ты нашел меня? Зачем? Уже слишком поздно. Это все уже было. Нет. Тут что-то не так. Мы ведь уже проходили через это. Мазл. Но это же невозможно. У тебя была только одна попытка. Я не должна была существовать после этого. Ника слышит звук открывания двери. Мазл? Это звучит так знакомо. Выходим. Привет. Кто-нибудь? Пока все так же. Бутылочка спирта. Наша любимая. И нужна еще ветка. Хрум-хрум. Ветка и спирт. Поджигай. Ах. Хорошо коптит. Есть. На полу ключ. От подвала. Ну, Ника, пойдем. Дежавю. Возможно, это уже было. Лампочка. Бамсь. Как же хорошо. Ну, Ника, пойдем. Время узнать истину. Это прозвучит странно, но... Мы уже встречались до этого. Да, Ника? Ах. Но я даже не знаю, кто ты. У меня просто странное чувство по этому поводу. Ох. Я наверняка выгляжу глупо. Не так ли? Извини. Но приятно познакомиться, Мазл. Меня зовут Ника. Давайте пойдем к Сильвер. Вроде особо некуда больше идти. Дневник уже с нами. Площадка. Домик. Привет. Лампочка. Итак, ты Мессия. Все повторяется. Шахта. Ты шла сюда? Она заброшена. И здесь небезопасно. Давай я тебя сопровожу. О, от души. Пройдемте. Это Клевер. Будь осторожна. Кто это? Че это было? Ты в порядке? Ты начала бледнеть? Я... Я что-то увидела. О чем ты? Сейчас это был действительно короткий сон. А? Я видела что-то вроде... Робота с желтым глазом. Это... Странно. Ты уверена, что ты в порядке? Да? Мы же не выпиваем. Знаешь, теперь, когда ты сказала об этом, есть робот, который всегда настаивал на возвращение в заброшенные шахты. Несмотря на то, как долго шахты находились в плачевном состоянии. Надеюсь, он в порядке. Он не выглядел поломанным или что-то еще. Но я на самом деле не очень видела его, понимаете? Как я уже сказала, это было похоже на сон. И он был близко. Звучит, как какой-то визуальный глюк. Или галлюцинация. Как бы то ни было. Это живое существо. Хм... У робота, которого вы знаете, желтый глаз? Я не думаю, что видела таких роботов. Я не знаю. Я никогда не встречалась с ним сама. Только слышала о нем. От моего друга. От вашего друга? Хах. Подожди. Что-то в моем рюкзаке. Дневник. Что? Оно не светилось раньше? Что это такое? У меня... Такой же вопрос. Откуда у тебя эта книга? Ух. Ух. Она была со мной, когда я проснулась в доме. Тогда я не обратила на это внимания. Я просмотрела пару страниц, но я не понимаю ни слова. Разве что только это то, с чем мессии должны просыпаться. Нет. Я никогда не слышала ничего подобного. Но я знаю, кто ее написал. О-о-о. В любом случае, я видела только его книги с черным клевером на обложке. Если он столкнулся с проблемой добавления желтого фосфора в нее, и то, что ты проснулась с ней, в первую очередь, меня на самом деле заинтриговала. Желтый фосфор? О, да. Это редкий фосфор, из которого, как считают, состоит солнце, верно? Точечки. Подождите минутку. Откуда я знаю это? Я не думаю, что кто-то рассказывал мне об этом. Ах. Я могу показать. Если хочешь. Мой друг дал мне это. Давным-давно. Красивая. О, похоже. В ожерелье тоже есть клевер. Как на книге. Ну, это один и тот же человек. О, это то, почему я думаю, что этот дневник будет важен. Ты сказала, что он просто начал светиться? Да. Это было сразу после твоего видения. Это должно что-то значить. Может быть, ты должна хотя бы попытаться прочесть его снова. На этом месте вагонетка. Прыг. Ни фига себе. Что произошло? Я не уверена. Я не смотрела. Если честно, я тоже. Я просто внимательно посмотрела в дневник. И затем я нашла страницу, которая похожа на рисунок этой комнаты. Когда я посмотрела назад, эта вагонетка просто появилась из воздуха. Должна ли я волноваться? Хм. Тем не менее, это похоже на стандартную вагонетку. Это означает, что она, вероятно, обнаружила движение в этой комнате и отправила себя сюда. В этом есть смысл. Я просто удивлена, что она все еще работает. Полагаю, это означает, что у нас будет рабочее транспортное средство. Не знаю, почему ты хочешь посетить более глубокие шахты, но если ты этого хочешь, у нас есть такая возможность. Это радует. Действительно ли вагонетка подойдет нам обоим? Нет. Но я хотела, чтобы вы поехали с нами. Я знаю, что у меня есть мазал, но по правде это место заставляет меня дрожать. Ах, я все еще могу пойти. Мне просто нужно идти вдоль рельсов. Но разве это не выглядит немного ненадежно? Магнитные рельсы могут удерживать меня на месте. По ним опасно ходить только в случае, если ты органическое существо, которым ты являешься. Поняла. Ну что, поехали? Хорошо, поехали. Чух-чух-чух. Далековато прямо. Не отставай. Я не распознаю это место в протоколе. Это... Это не то, что я должна показывать тебе вообще. Как ты попал сюда? Я могу думать только об одном человеке. Он... связался с тобой. Как долго он делал это? Точечки. Теперь это не имеет значения. Точечки. Ты выходишь за грани. Ты должен вернуться назад. Пожалуйста, вернись назад. Будут происходить плохие вещи. Очень плохие вещи. С таким темпом Ника будет в опасности. Пожалуйста, вернись назад. В путь. Не отставай. Насколько далеко? Приехали. О, вагонетка остановилась. Похоже, это то место, куда идут рельсы. Так, где мы? Одна из старых смотровых комнат. Похоже, она все еще в основном не повреждена. И работает. Что? Ах, терминал только что активировался. Но все было отрезано от энергии так давно. Странно. Может быть, он работает от аккумулятора? Нет, не думаю. Независимо от того, что это, мне нужно исследовать его. Ладненько. Все будет хорошо, если ты побудешь наедине. Не волнуйтесь. Мазал со мной. Ладно. Оставайся в безопасности. Оки-доки. Какое-то маленькое устройство. Интересно, что оно делает? Я чувствую, как мои волосы немного приподнимаются. И проход есть. И как? Не супер. Похоже, что эти терминалы работают на полностью отдельном источнике питания. Я также не могу распознать какие-либо форматы данных на этом терминале. Они все новые или, по крайней мере, зашифрованы. Мне нужно будет проанализировать их через свою систему. Может потребоваться некоторое время, так что можешь еще походить. Как скажешь. Давайте зайдем. Ты кто? Это ты. Точечки. Я распознаю этот свет в твоих глазах. Ты тот человек, с которым мне суждено встретиться. Как тебя зовут? Я Нико. Ты знаешь, кто послал тебя сюда? О, Эм. Нет. Подожди, ты имеешь в виду, кто послал меня в этот мир? Раньше я встретил робота, который рассказал мне, что я мессия и все такое. Так что я думаю, что Мазл послал меня сюда. Он же бог и все такое. Точечки. Робот даже немного похож на тебя. Может вы знаете друг друга? Не могу сказать. О. По соображениям безопасности, многие мои воспоминания были удалены. Твои воспоминания были удалены? Это ужасно. Подожди. Я думаю, это нормально для роботов. Точка, точка, точка. Я собираюсь предположить, что ты не знаешь, кто послал тебя. Как ты все же сюда попала? Как ты добралась до этой комнаты? О. Мы приехали на вагонетке. Но вагонетки не было, когда ты вошла в шахты. Не правда ли? А, ну да. Так, как ты ее нашла? Я ее и не искала. Леди робот думает, что вагонетка просто приехала к нам. Но я помню, как смотрела в дневник, когда это случилось. И когда я посмотрела назад, вагонетка была просто там. Пуф! И появилась. Интересно. Покажи мне этот дневник. Ладненько. Вот, пожалуйста. Точечки. Оно уже началось. Оно? Что это у тебя? Эм. Вот. Па-ба-ба-ба-бам. Новая мелодия. Что это такое? Я доверяю тебе мой основной диск. С памятью. Ты прошла первый тест, показав мне книгу. Теперь нужно найти способ установки резервной копии. Способ установки? Перед тем, как ты это сделаешь. Кто-то еще с тобой. Верно. Кто-то, кроме Мазла. Житель этого мира. Да. Леди Робот. С рыжими волосами. Сейчас она в компьютерной комнате. Тогда не говори ей, что ты нашла меня. По крайней мере, не сейчас. Меня не должны видеть таким. Эм. Ладненько. Пожалуйста. Помоги мне восстановить мою память. Верни диск, когда будет резервная копия. Пока на этом все. Большое вам спасибо за просмотр. И увидимся. Редактор субтитров А.Семкин